Массад хочет убить президента Сирии. С такой сенсационной новостью вышла арабская пресса. Насколько правдива? И может быть, эта информация проверял Сергей Ослендер. Итак, цель номер один для Массада Башар Асад. Так, во всяком случае, утверждает влиятельная кувейтская газета Аль-Джареда. Она опубликовала материал, в котором говорится, что израильская разведка планирует ликвидировать сирийского президента. В отместку за то, что он отдал приказ обстрелять ракетами израильский аэропорт Бен-Гурион. Собственно, самой атаки, конечно, не было. В Сирии, наверное, прекрасно понимают ее возможные последствия. Но сам факт этого приказа привел Иерусалим в ярость. Существует довольно популярная городская легенда. Не исключено, кстати, что это правда. О некоем секретном списке на ликвидацию, который хранится в сейфе главы Массада. Так вот, по утверждениям Аль-Джареды, фамилия Асад в этом списке стоит первая. Опять же, история израильской разведки, которая все время занимается подобными ликвидациями, тоже наводит на определенные мысли. Вместо того, чтобы отправлять армию на войну каждые две недели, Израиль использует свои разведывательные возможности для очень точных и точечных операций. В израильском руководстве преобладает точка зрения, что проще разрушить какой-то конкретный объект, уничтожить определенного террориста или лидера. И это спасет нас от большой войны. Впрочем, войн маленьких в Израиле тоже хватает. Вот буквально накануне из сектора газа по территории еврейского государства были выпущены несколько ракет. Армия тотчас отреагировала мощными ударами по анклаву. Кроме того, выяснилось, что Израиль, оказывается, уже около двух лет участвует в войне на Синайском полуострове. Египет там ведет боевые действия против отрядов исламистов, связанных с ИГИЛ. Причем Иерусалим, как выяснилось, делает это с разрешения Каира. Египетская армия, очевидно, не справляется с этой задачей. А Израиль заинтересован в том, чтобы со стороны Синая не было угрозы его границам. Поэтому ВВС постоянно наносит удары по позициям и базам боевиков. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.